Сегодня я расскажу о 10 ошибках при покупке костюма, которые заставляют вас выглядеть глупо и как этого можно избежать. Первый совет. Доверяй себе. Если вы примерили костюм и ваш вид в зеркале вам не нравится, точно не зная почему, не покупайте его. Покупайте костюм, в котором вы чувствуете себя на миллион. Когда вы надеваете его, это ваши доспехи. Он призван помочь вам выглядеть великолепно. Он делает ваши плечи шире, талию уже, в нем вы выглядите выше, вы должны чувствовать себя на миллион баксов. А если нет, не покупайте этот костюм. Доверьтесь интуиции. Моя точка зрения. Как мужчина, вы ответственны за себя. Как вы выглядите и какую идею сообщаете миру. Итак, убедитесь, что вы покупаете то, что великолепно выглядит на вас, а не то, что выглядит нормально и другие пытаются вам это навязать. Второе. Не знать правильного определения костюма. Костюм это пиджаки-штаны, сделанные из одной ткани, сочетающиеся друг с другом. Многие парни думают, о, я могу сэкономить. Куплю в магазине синий пиджак и черные брюки. Они же подходят? Друзья, эта комбинация непарных брюк и пиджака может сработать в определенных обстоятельствах, пока не потребуется костюм. Это не костюм. Примечание для моих канадских друзей. Если вы наденете джинсовый пиджак с джинсами из одного материала. Да, технически это костюм. Канадский смокинг. Третья ошибка. Не удалять предохраняющие швы. Стратегически, эти швы на новых пиджаках предупреждают повреждения при транспортировке. Их можно встретить на лацканах, на пиджаках, особенно на грудных. Вы увидите их на шлицах. Но когда вы покупаете пиджак, начинаете носить его. Перед этим нужно снять эти швы. Но есть области, где удалять их не нужно. Конкретно на этих карманах. Только если вы их используете, вы можете снять швы. Но если они вам не нужны, как думаю и большинству мужчин, это делается для поддержания более приятного вида. В таком случае не удаляйте. Теперь поговорим про нагрудный карман. Я считаю, что нужно распороть швы, потому что вам нужно будет положить в него платок. А также определенно нужно снять их со шлиц. Потому что зачастую снаружи они заметны. И шлицы должны выполнять свою функцию. Четвертая ошибка. Не удалять ярлыки. Особенно на рукавах. Вы можете купить его от супермодного дизайнера. Вам может нравиться, что здесь находится его имя. Но все же удалите. Его не должно быть здесь. Я вижу парней гуляющих так. Особенно если костюм новый. Не надо, срежьте его. Это не такой лейбл бренда, который нужно показывать. Его нужно убрать. Пятая ошибка. Покупать неподходящий по случаю костюм. Вы идете на собеседование на завод. Понимаете, скорее всего, вам не нужно надевать костюм. Если только вы не идете на управляющую должность. В таком случае нужен соответствующий уровень. Смысл в том, что не нужно сразу после окончания колледжа покупать костюм или надевать его на собеседование. Я считаю, что у каждого мужчины должен быть костюм. Потому что будут важные мероприятия, на которых нужно выглядеть на миллион баксов. Чтобы проявить уважение. Показать, что вы подходите этому обществу. Что вы часть культуры. Я считаю, что темный костюм, который хорошо сидит, нужен любому мужчине. Но я не хочу, чтобы вы спешили его покупать по случаю, для которого он не нужен. Шестая ошибка. И могу поспорить, вы удивились, что я не начал с этого. Но костюм не сидит. Когда вы покупаете костюм, он должен на вас сидеть как влитой. Правильный размер в плечах, груди. Вы можете его немного подогнать, а также подогнать в области живота. Удостоверьтесь, что он сидит на вас при покупке, насколько это возможно. Два следующих пункта я объединю вместе. Не покупайте модные костюмы и будьте уверены в его функциональности. Итак, поговорим о модных костюмах, и я говорю нет. Но если вы знаете, что делаете, вы хотите сменить имидж, вы хотите привлечь внимание, ладно? Почему бы и нет? Но поймите, за год, два, определенно за три года. Если вы наденете этот костюм, вы уже будете вне моды. Идем дальше и поговорим о функции. Ошибка в том, что большинство парней не думают о том, какую функцию будет выполнять их костюм. Я думаю, что большинству нужно, чтобы костюм посылал сигналы доверия, который будет стильным годы. Посмотрите на Кэри Гранта. Вытащите его из фотографии 50-го года, и он все еще будет выглядеть стильно. Ничего против модных костюмов, если вы хотите добавить цветов, рисунков, различных стильных деталей. Но помните про функцию. Если это костюм для банковской сферы, в таком случае классический консерватизм. Если вы в творческой сфере, можете проявить фантазию. Давайте поговорим о ткани и покрое. Когда вы будете выбирать костюмы, вы увидите различные виды тканей. Понимаете, не все так просто. Это как мегапиксели у камеры. Не думайте, что раз у камеры больше мегапикселей, она будет лучше снимать. То же самое с костюмами. Если ткань Супер 220, это не значит, что она лучше, чем Супер 180 или даже Супер 120. Потрогайте ткань, посмотрите на нее. Спросите у продавца, каков покрой, потому что покрой скрыт внутри костюма. Есть ли вставка канваса? Вот такие маленькие детали, которые вы не видите. Вам нужно доверять бренду, который их выпускает. Для мужчин, начинающих носить костюм, достаточно хороший костюм можно найти в торговом центре. Дождитесь скидок. Найдите костюм, который обычно продается за 600-700 долларов. Примерьте, посмотрите в зеркало и ждите, когда появится скидка. Может, даже в половину. И тогда вперед. Это отличное предложение. Еще один совет. Идите в лучший магазин мужской одежды в городе. Примерьте этот костюм за 1000 долларов. Почувствуйте, какой должна быть хорошая ткань. Посмотрите, как он сидит. Посмотрите в зеркало. На покрой. Как смотрится ваше тело. И вы скажете, вау, я выгляжу суперски. И еще, когда вы померяете эти шикарные костюмы, затем идите в другой магазин. Вы можете найти похожие, как мерили, по 50% скидке. И возьмите его себе. Итак, примеряя вещи высокого качества, вам будет легче их определять. Далее, практикуйте ношение костюма. Когда вы купите хороший костюм, не оставляйте его на вешалке, только для особенных случаев. Вы можете походить в нем дома. Зачем ходить в нем по дому? Потому что вам нужно прочувствовать. Поглядите на себя. Вам просто нужно привыкнуть к тому, что вы носите на плечах пиджак. Если неудобно, отнесите к портному. И главное, когда вы носите его, вы начинаете понимать, что он положительно на вас влияет. Вам нравится, как вы себя в нем чувствуете. И когда вы носите то, что вам нравится, то, что вы любите, вы чувствуете себя великолепно и соответствуете этому. И следующая ошибка не связана с костюмом. Она связана с тем, с чем вы его носите. Рубашка, туфли, волосы. Как вы заботитесь о себе. Понимаете, костюм это звено одной цепи. А крепость цепи определяется слабым звеном. Поэтому вам нужны все остальные составляющие наряда, чтобы выглядеть на миллион долларов. Уделите внимание волосам, бороде. Позаботьтесь о зубах. Все это влияет на окончательный внешний вид. Потому что, когда вы наденете костюм, вы должны выглядеть и чувствовать себя на миллион баксов. Вас позвали на важную встречу. Вы должны вызвать уважение. Убедитесь, что у вас полный комплект. Ну ладно, друзья, если вы хотите знать, как должен сидеть костюм, как начистить туфли, как завязать галстук. Парни, я все подготовил. У меня сотни видео об этом. И в описании к этому видео я оставлю ссылки на пять моих любимых об этом. Узнайте больше деталей, о чем я тут рассказывал. Друзья, вам понравилось видео? Вы нашли его интересным? Если да, поделитесь им. Может оно попадется мужчине, который собирается купить костюм? Друзья, дайте знать, что вы думаете об этом в комментариях. Я хочу прочитать. Это видео очень информативное. Я хочу вам помочь здесь на Real Men Real Style. Если видео недостаточно, я подготовил инфографику и подкасты на моем сайте. У меня есть бесплатное приложение. Множество статей. Увидимся в следующем видео.